Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дима и Саша Это твои братья старшие? Да Понятно Ты их уже выиграла? Да То есть у меня мало шансов, да? А ты знаешь такого шахматиста Сергея Корякина? Да Мы тогда на кубок хотели А хотела бы сыграть с ним в шахматы? Да А, обыграть? Да Ну мы сейчас едем не просто так в Северо-Донецк Там вас ждет сюрприз Настенька Очень интересный Ты поняла, какой? Да Залыпалась Это Настя, как я понимаю, да? Да Это Настя А потом, да, она говорит Мы тут с Ульяной А это меня показывают Это я А вот он еще Ваш заочный товарищ Все понял Она вот играет в шахматы Ее брат старший учил И она мечтала с вами сыграть Настя Привет Ты меня звала, я приехал Вы засмущали нашу девушку Настя? Которая цифра выигрывает Так нам надо сесть и проверить силы в игре Будешь играть с Сергеем? Да Да? Чемпион мира Вот И он сейчас Даст сеанс одновременной игры Каждый может сыграть с чемпионом мира Марьяна, привет Ты просила, я приехал Вот Настя расставляет фигуры Я сейчас буду давать сеанс одновременной игры И потом отдельно с Настей сыграю Тебе шахт? Беда дело Мат Молодец, хорошо играл Ну а теперь мат Марьяна, вот сзади меня Настя Готовится к парте Я уже дал сеанс одновременной игры Против ребят И сейчас сыграем один на один с Настей Спасибо тебе за приглашение Вот сейчас вот в северодонецке Готовимся к решающей битве Так, ну что, Настя Давай, теперь предлагаю сыграть Настоящий матч Из двух партий можно сыграть Поехали Тсс, тишина О, я знаю, крутой ход Да, я хотела этот ход Так вы же уже поддаетесь Где я поддаюсь? Напал Ну ничья, повторение Настя, ты же не можешь в ущерб позиции Часа прошел Час Отдавать ладью, да? Поэтому ничья Прошел час Все Два раза только Нет, три раза Все, три раза Молодец Ничья Уговорил Мы хотим открыть Тоже секцию Найдем преподавателя Соберем детей И будет какая-то Альтернатива Сергею Николаевичу Будем соревноваться Будем работать Шахматы Шахматы Сергей Корякин Выполнил свое обещание Исполнил детскую мечту И мы тоже не отстаем И побудем сегодня В роли волшебников Бабушка Люда А вы с внуком живете? Да Одна? Да Всех перехоронила 76 лет С внуком Помощник, да Ну теперь То я опекала Он был под опекой у меня А теперь я Получается Под опекой Наш зритель Приобрел ноутбук И сказал мне Передать тем Кому это действительно необходимо Большое ему спасибо Честно сказать Даже не ожидал А тебе сколько получается Сейчас лет? 16 В этом году 17 Ну ты все Сознательно Жизнь Живешь в условиях Боевых действий Ну сказать Что не было детства Не знаю Может быть И не видел Нормального детства Каким оно должно быть Страшно Да То есть Очень боялся Раньше в детстве Вот этого всего Но в принципе Перерос В последнее время Отношусь к этому Край неспокойно Ну честно Да Обидно Что так произошло Привет-привет Меня Марьяна зовут Давай руку Меня Даша Даша Очень приятно Дашенька А тебе сколько лет? Семь Семь лет Ты в первом классе? Да А у тебя мечта есть? Да Хочу Быть поваром Поваром Тебе нравится готовить? Да А ты уже что-то умеешь? Ну пока еще нет Ну ладно У меня для тебя есть подарок Это ноутбук Вот Чтобы ты могла Дома нормально заниматься Учиться Ну и может быть Смотреть какие-то рецепты И научишься готовить Это серьезный подарок Нам много вперед хватит Да? Нам много лет Нам очень приятно Ваше внимание Это нас так подбодрило Очень хорошо Да Не часто такое За мою жизнь Ну считанные моменты Поэтому очень-очень хорошо Спасибо Я узнала, что вы приехали с села Сладкое Да Село Сладкое Там какая обстановка-то вообще Я там не была Ничего не осталось Да? Дом разбило ваш? Да, сгорело Как оттуда эвакуировались? Три с половиной километра пешком А потом нас бойцы вывозили на танки Вот так Ну живы И на этом спасибо А вы в Сладком жили, да? Сидели? Ну тоже у нас был там дом Ну и все И что случилось? Война началась И дом сгорел И разбили Да А вы где прятались? А мы Мы сначала прятались в одной комнате А потом уже в подвале Да Тебе было страшно? Ну да Ну вот сюда вы приехали, да? Здесь все-таки потише А чем любишь заниматься? Рисовать Я пока учусь Кучу всего рисую Да? А кем хочешь стать в будущем? Художника Ну, Настен Я знаю, что ты учишься во втором классе Скоро будет много домашней работы Вот Онлайн обучение Поэтому, чтобы тебе было попроще Я тебе привезла подарок Это ноутбук Вот Будешь учиться В свободное время Может быть, что-то будешь смотреть Про художников Какие-нибудь фильмы И Может быть Уроки рисования Какие-нибудь онлайн Да? Потому что сейчас кружков-то у вас нет здесь Спасибо большое Ты мне рисуночки принесла Это что, дракон? В том году я птицу рисовала Слушай, такие цветные рисунки классные Красивые Сейчас дети рисуют в каких-то темных тонах В связи с обстановкой Огромное вам спасибо за помощь За то, что вы не забываете Вот таких вот людей Нуждающихся, как мы Сложно принять то, что все вроде бы было Мы же тоже жили полноценной жизнью Все было хорошо И так вот в один миг Оно все оборвалось Вроде И стыдно начинать с нуля В смысле, когда нам вроде дают Помогая Думаешь, ну как-то Ну сложно Спасибо огромное Людям за помощь И спасибо, что Пустили в этот дом пожить Что все-таки легче Ну уж работает Стараемся Выкручиваемся Но если каждый будет делать Чуточку добра Этот мир станет лучше Да Это правда Поэтому огромное вам спасибо Много смотрела Ваших видео Сколько вы помощи уже сделали людям Огромное-огромное вам спасибо Дай Бог вам здоровья И всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok